Девушки отдыхают Девушки отдыхают И он пищит, как котенок На юге, где спрятано сокровище, есть народ, что ненавидит белых койотов так же, как мы Они и дадут нам ружья Этот народ за горами и за великой рекой Кто отправится в этот путь? Это будет мой сын, Орлиный Глаз Его мать научила его языку в бледнолицах Мой сын, пришло время доказать, что ты один из нас Начав войну, которая уничтожит весь наш народ Мальчик носит свое имя по праву А может, стоило назвать его Трусом? Трусливым червем! Никто, даже верховный вождь Апачи Быстрая река не назовет меня Трусом Докажи мне это! Докажи, что ты Апач! Не бледнолицей! Хорошо, отец Я отправлюсь на юг и добуду тебе эти ружья Ты получишь свою войну У Быстрой реки нет уважения к предкам И тем, кто помнит его младенцам Он хочет унести священный медальон с этой земли И тем самым навлечь гнев небес на свой народ Не Быстрая река принесет эту жертву Но его племя и его сын Коготь Пумы так говорит Быстрая река сказал Готовьтесь к войне Мексика Забытая Богом страна Рэй слышал россказни об огромном ацтекском кладе Спрятанном в предгорьях возле пограничного городишки под названием Хуарес Говорили, что сокровище проклято И что того, кто найдет его, постигнет безумие Местные жители зовут эту лихорадку кладоискательства зовом Хуареса Рэй смеялся над этими слухами Он убедил Томаса, что благодаря этому кладу мы могли бы наладить нашу жизнь и восстановить дом в Джорджии Мы как раз говорили об этом, сидя в маленькой таверне близ Сан-Лоренцо Когда мои братья увидели ее Она была похожа на ангела Внешность бывает обманчива Похоже сюда стеклись все отбросы общества в поисках легких денег Ты про нас говоришь, дорогой брат? Ха-ха-ха, боже Это сокровище, просто жалкая выдумка Для порядочного человека есть только один достойный способ нажить состояние Усердный труд и аскеза Ну? Или можно приставить дуло к виску богатенького ублюдка Вы пьяны Еще не совсем Завтра купим снаряжение и начнем поиски Представит большая работа Но прямо сейчас Мне нужна еще порядочная доза текилы И не самая Порядочная женщина Мне кажется ли она на какую-то актрису похожа Но какое-то определенное сходство есть Я их все не помню по именам и по фамилиям тем более Это еще что за пташка Но лицо знакомое Куда торопишься, малышка? Бабосо! Мистер Девлин желает видеть тебя А если я не желаю его видеть? Он хочет видеть тебя сегодня, синьорита В постели, без одежды и с улыбкой Однако он никогда не купит кобылу, которая не была объезжена Так что, пожалуй, сперва я прокачусь и укращу твой строптивый нрав Потоскуха! Хм, мы опять тебе нажали на новых врагов Два парня только что убили булла в салоне Похоже ты их разозлил Откуда я столько повылазила, а? Нужна твоя помощь! Ну музыка хорошая мне дает Это что-то такое Сверху Идем, брат Скорострельный револьвер Давай Эй, болваны! Вам нужна вот эта потаскушка? Так собирайте! Думаете, вам удастся ее отобрать? Как он смеет так поступать? Надо позвать шерифа! Что скажешь, брат? Позволим этому ублюдку делать с ней все, что хочет? Я думаю Мы не позволим Похоже тебе приглянулась эта милашка Пошли Во что вы опять ввязываетесь? Ты же сам говорил, что надо помогать стражащим, а? Возвращайся в салон и жди там Вот давай, Рэй! Черт! Так, ну как мы здесь просто так попасть не сможем, да? Лесенька какая-нибудь. Да, попади-то в него. Давай, Рэй! Тише. Он никуда не денется. Он такой же, как я. То есть, угадул? Так, нет, нет, ну. Он гордец. Он теперь не отступит. На глазах у своих людей. Не успел отбежать. От динамика, к сожалению. Продолжение следует. Продолжение следует. Рэй! Продолжение следует. Держать эту ботасту! Давай, Рай! Тише! Он никуда не денется! Он такой же, как ты! Лера его уже убил! Нет, нет, Томас! Он гордец! Он теперь не отступит! На глазах у своих! Этот рыжий ублюдок уже начинает мне надоедать. Может пора наконец избавиться от него, а? Ну я думаю мы этим заняты сейчас. Уильям, что ты тут делаешь? Ты меня слышал? Жди нас в салоне! Я иду с вами! Хочешь умереть? Здесь опасно, Уильям! Ну-ка спрячься куда-нибудь! Эй, ну-ка помоги мне! Ну-о? Хорошо! И не говори! Они здесь! Это еще что такое? Не лезь поперек старшего! Я бы сам справился! Ну да, конечно! Спасибо! Спасибо! Играй меня! Стараюсь! Может, Рэя вперед пускать, а всех остальных издалека отстреливай? Так, у меня два патрона осталось для винтовки, к сожалению. Придется потом из пистолета всех убивать. Чёрт, чёрт, чёрт. Патроны, патроны, патроны. Так, лассо. Где это лассо, чёртово? Да, слабенький. Патроны, пистолет, к сожалению. Готово дело! Скорей! Времени нет! Это всего лишь женщина. Не дают брать, да? Да. Так, а вот этот пистолет мне нравится, но он, наверное, слабенький. Туго же ты соображаешь, брат, как сонная муха. Учись, пока я жив, брат. Давай. Так, давай-ка ржавый дробовик возьмем. Вместе на счет три. Давай. Три. Одного-двух. Я? Почему я, а не ты? Уйдите, уйдите. Вперед! Чего ты ждешь? Живо? Время на исходе. Держите ее. Встретимся у церкви. Говори, лжон не сбежит. Не знаю уж, откуда вы здесь делись, балманы, но неужели вы и правда хотите, чтобы вас пристрелили из-за шлюхи? Вы перешли дорогу опасному человеку, ослы. За мою голову сулят кругленькую сумму. Это я убил техасского рейнджера Вальпаса и горластого Джо Вабелиня. Меня зовут Гремучей Змеей, потому что я чертовски быстр. Ты гремучая змея? Ну и ну. Так что все поймут, если вы подожмете хвост и сбежите. Это ты убил горластого Джо? Значит, вы слышали обо мне? Нет. Я пристрелю вас раньше, чем успеете глазом моргнуть. Что в первой части я их не любил, что тут не люблю? Да, быстро. Продолжение следует... Ее увели к церкви. Я знаю дорогу. Надо поспешить и захватить их в раску. Не думал я, что доживу до того дня, когда женщина приведет тебя в церковь. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо стреляешь. Спасибо. Умри, пес. Спасибо, Тонс. Не нужно. Учись, пока я живу. Знаешь что, Рэй? Твои нравоучения у меня уже в печенках. Что вам угодно. Поторговать хочу. Так. Классическая винтовка 460. А у нас 814. Патроны для винтовки. Хороший револьвер. Ножи по десяточке. Томас, где ты, не найти ответа. Подожди, подожди. Давайте тогда классическую винтовку купим. Скорострельность маленькая, зато убойная сила. Так, ружье. Недостаточно места. Так. Окей, и лук у нас здесь, да? 200. Отлично. Нет, здесь такого эффекта, к сожалению, нету. Так, эту винтовку тогда не теряем. И собираем побольше денег. Ну что, покажешь, золотая винтовка, который будет пешок ружья? Ну, это уже поскоростнее будет. Это самое на животное. Извини, что спас лужки. Ладно, Томас, покажи мне, что ты спасла. Я кое-как способен терпеть самого занудного брата на всем свете. Молодцом. Так, денежка, денежка. Интересно, по домам здесь тоже деньги мы можем найти? Вот они, что они делают. Я не знаю, но если уйдут, нам их не найти. Не могу поймать на мушку. Черт. Хочешь разозлить гремучую змею? Дело твое. Она бежит в церковь. Умница. Гремучую змею разозлить? Прикончим их. Он уже мертв. Так, там остался последний, если его Рейн не пристрелил. Так, 8 долларов. Здесь мы вроде все подобрали. Кто вы такие? Да так... Не бойтесь. Мы не дадим вас в обиду. Эй, мне нужна помощь! Всегда готов, Рейн. На счет 3? Как обычно. Рейн! 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 и мне нужна помощь но давай еще раз раз два три так будем тогда здесь прятаться прикрой меня да там где-то снайперы должны были выйти к сожалению у меня закончились патроны я же убил по-моему это отец биля да ты нажил себе опасных врагов амиго я Хуан Мендоса друзья зовут меня Хуарес Рэй Маккол а это мои братья Томас и Уильям спасибо вам вам спасибо амигос вы ведь спасли мою Марису и и приходите вечером в мой алькасар надо отпраздновать нашу встречу ладно почему бы нет очень хорошо это совсем недалеко спросите любого здесь все знают Хуареса спасибо Рэй надеюсь в следующий раз ты не забудешь спросить нас хотим ли мы преломить хлеб с бандитом вроде него ну не похоже что он бандит ты ему видишь я этого не говорил я не понимаю в кого вы превратились Хуан Мендоса оказался главарем самой большой банды в Хуаресе все боялись его даже его любимая Мариса но хуже всего было то как Рэй смотрел на нее брат не из тех кто легко отступает мы шли в западню и я ничего не мог с этим сделать Друзья сегодня я пригласил вас сюда чтобы обсудить одно дело полагаю вас оно заинтересует эти гринго которых вы убили работали на пиндеху по имени Девлин этот жадный негодяй перевернул вверх дном все холмы к югу от границы желая присвоить сокровища которые по праву принадлежат народу Мексики народу? значит тебе? ну конечно хочешь убить Девлина? убрать его с моей дороги любым способом однако для этого надо прикончить толпу его наемников и ты нам за это заплатишь вы получите долю сокровищ откуда ты знаешь что они существуют? это был выкуп за монтесуму плененного Эрнаном Кортесом это золото изумруды бриллианты размером с кулак несметные богатства это просто сказки нет малыш это правда святая правда все это будет нашим как нам найти Девлина? Рэй ты что говоришь? к тому же вы окажете здесь всем большую услугу Девлин идет по трупам невинных людей женщин детей у моих братьев и без этого на руках много крови у каждого из нас есть кровь на руках однажды и ты запачкаешься кроме того разве я говорил об убийстве? довольны и того чтобы Девлин и его люди просто убрались туда откуда пришли так по рукам так по рукам бэк 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 Продолжение следует...